Дамы и господа, всем привет! В этом видео про очередной ивент, который в скором времени пройдет на лаунчпаде биржи Bybit. Будет листиться токен VLKN. Это токен проекта Волкин, о котором, я уверен, многие уже слышали. За последнюю неделю появилось огромное количество видосов с обзорами данного проекта. И, наверное, только ленивый не записал видео, что же там с Волкином происходит. Я же примерно месяц назад записал видео с обзором MoveToEarn проектов, в том числе и про Волкина рассказал. И видео называется «Убийцы Степан». Как мы с вами знаем, этих убийств, оказывается, и не потребовалось. Но в этом видео не про Степан, а про Волкин и лаунчпад в первую очередь. Только по Волкину, наверное, так тезисно пройдемся. Первое, это полностью открытая команда. Сейчас вот на экранах видите, это славяне. Не знаю, хорошо это или плохо, но, наверное, не особо принципиально. Главное, что это открытая команда. И с следующего, они уже выкатили мобильное приложение для iOS и для Android. Это полностью функционирующее приложение в формате бета-теста, где вы можете получить бесплатно питомца, котлет он там называется, и начать его прокачивать. Надо до определенного уровня его прокачать, чтобы начать зарабатывать. Либо купить уже с маркета себе готового и токены ВЛКН начинать зарабатывать. Я, честно говоря, даже не устанавливал пока это приложение. Но надо это упущение исправить. Ну окей, вроде как шума очень много. А, ну еще такой момент, вот буквально вчера-позавчера увидел. Павел Воля, как я понял, стал амбассадором данного проекта. Я не знаю, видели вы это видео или нет. Говорю, у меня есть инсайт. Чувачки делают приложение ВОКОН, чтобы ходить и монетки зарабатывать. Сразу сверебались со мной, говорят, Павел, все, мы на всех площадках есть. Ходим вместе, народ. Ну если не амбассадором, ну как минимум отрекламирован эту приложуху. В общем, ну я считаю, что это гуд. Так как наша задача, по крайней мере в текущем видео, подготовиться к лаунчпаду и заработать на токене ВЛКН путем получения данного токена по цене листинга, по цене размещения. Цена размещения чуть больше полутора центов. И я думаю, что это очень даже пахнет их сами. В действительности, лаунчпады, которые проходили на Bybit, показывали неплохие результаты. Genopets запускался. В нем я участвовал. CBX тоже. Ну и с последнего, да, это Apex. Уже по новым правилам проходил лаунчпад. О них я тоже вам расскажу. Здесь, если по цифрам сказать, да, максимальный АТХ был больше 11 иксов. Но вот в моем конкретном случае 400 Apex я получил на 20 долларов. И получилось их слить на 140. Чистыми получилось 120 баксов. Здесь же хотелось бы эту историю масштабировать. Ну и пробудить. Расскажу, что я буду делать. Значит, как я уже сказал, да, лаунчпад это возможность получить токены по цене размещения. И в данном формате здесь нас не ждет какой-то долгий вестинг. Мы все токены получаем сразу и можем слить их в стакан. Что, в принципе, я и буду делать. Есть два варианта участия. Я вам сейчас их продемонстрирую. Ну, в первую очередь, вот что хочется сказать. Что даты точной нет. Написано скор. Наверное, ждут, чтобы что-то чуть более покомфортнее на рынке было. Ну, по крайней мере, чтобы все не падало. Значит, так. Вот он Apex. Давайте, наверное, его откроем. Есть два варианта участия. И первый вариант участия. По подписке в бит данный вариант подразумевает, что у вас на балансе должно быть определенное количество токенов бит. Не менее 50 штук. И чем больше у вас этих токенов будет, тем больше вы получите гарантированное распределение. Да, вариант участия по подписке хорош тем, что вы в любом случае получаете определенное количество токенов какого-то проекта. Например, в Apex можно было 7000 Apex получить. Ну, для этого прям овер дофига нужно было иметь битов у себя на балансе. Да, то есть, ну, прям действительно для китов. И здесь нужно понимать, что 1000, 2000, даже 3000 битов – это, ну, вообще немного. На текущий момент стоимость токена что-то там в районе 47-48 центов составляет. И если вы решитесь покупать токены бит для участия в лаунчпаде, то вы должны четко понимать, что вы на себя определенные риски принимаете. Ну, во-первых, токен волатилен, да, и он может как вверх расти, так и вниз. И если он там растет вниз, то вы либо там часть своих средств потеряете, если будете фиксироваться, ну, либо в холдера данного токена превратитесь, пока он не отрастет. Но плюсы, да, тут несомненные в том, что если у вас много битов, вы можете прям какую-то жирную аллогу получить, да, и сразу там ее в деньги превратить. Примерно на Апексе это работало так, смотрите, 158 миллионов токенов бит было, подалось, так сказать, в заявочку, да, было заблокировано на участие в сейле. 52 тысячи участников, ну, и в среднем там это 152 токена там получили участники, да. Понятно, что кто-то больше, кто-то меньше, да. Ну, это для китов прям вообще идеальное решение. Второй же вариант участия, да, это раздача в USDT. Подразумевает следующее, что когда начинается вот этот период подписки, у вас на балансе должно быть 100 долларов, то есть это среднесуточный баланс. Если вы вот смотрите это видео и сейл этот начался уже, то вам нужно будет посмотреть, сколько дней там прошло, если это второй день, да, ну, с запасом закинуть, 200, 250, 300 долларов закинуть на аккаунт. Ну, и вот в таком формате участвовать, да, опять же, это среднее высчитывается за вот этот период подписки. И это формат лотереи, выигравшие номера получили по 400 токенов на 20 долларов. Если, ну, соответственно, со 100 долларов списалось 20, 80 на баланс вернулось. Если вы не выиграли, ваши деньги остаются при вас, да, то есть это беспроигрышная лотерея. Опять же, почему беспроигрышная, да, потому что все сейлы так или иначе были плюсовые. Так, возвращаемся сюда и результаты, в принципе, я вам уже показывал, да, то есть 400 апексов было получено, сразу я их слил, профит 120 баксов. Это как бы все прикольно, но 120 баксов это тоже все приятно, но было бы приятнее получить не 120 баксов, да, там, а 1200 или 2400. Что для этого нужно? Для этого потребуются мультиаккаунты. Это аккаунты, зарегистрированные на других пользователей в обязательном порядке с пройденной верификацией. Ну и уже потом, после начала периода подписки, на каждый аккаунт закидываете по 100 баксов и участвуете вот в этой опции раздача в USDT. Как уж, я думаю, вы поняли, это получится беспроигрышная лотерея, учитывая тот шум, который есть сейчас вокруг проекта Волкин. Но здесь, наверное, вопрос возникает, как делать эти мультиаккаунты. Под этот случай есть классный видос. В CoinList делаем мультиаккаунты. Все по аналогии, только на Bybit мы это дело запускаем. Выглядит это примерно в таком ключе. Ссылочку на это видео я в описании оставлю. Вот такой вот антидетект браузер. Здесь есть опция 10 бесплатных профилей можете использовать. И прокси потребуется, да, это вот на что деньги потребуются вам, да. То есть, если у вас до 10 профилей, антидетект браузер для вас выйдет бесплатно. Если больше, в описании под видео про антидетект есть промо-коды. Все там посмотрите. И на прокси, где покупать, вся информация там есть. Ну, на этом, наверное, видео будем в финале. Да, кстати, вот так вот выглядит этот антидетект браузер. Он создает профили и вот так отдельный браузер, да. То есть, маскирует, как будто это отдельный комп и в другой локации, и другая машина. Ну, в общем, чудо. Обязательно подписывайтесь, ребят, на телеграм-канал. В телеге я обязательно выложу анонс о начале данного лаунчпада, чтобы вы не пропустили. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, в телегу. Лайки ставьте. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.